Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент Доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели Это программа Абонент Доступен В студии работает Анна Смирнова Меня зовут Вадим Родионов И звукорежиссер Родион Золотарев А сегодня с нами на прямой связи Глава администрации президента России Бориса Ельцина В 1993-1996 годах Руководитель штаба обороны Белого дома Во время ГК ЧП Это 1991 год Сергей Филатов Сергей Александрович, здравствуйте Добрый день Мы сегодня также предлагаем нашим радиослушателям Задавать свои вопросы по телефону 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните нам и пишите Оставляйте свои комментарии в фейсбуке На моей страничке Вадим Родионов Там я разместил соответствующий пост И там можно писать свои комментарии Сергей Александрович, вы были руководителем администрации Президента с 1993 по 1996 год Как вы оцениваете Нынешнюю администрацию президента России И есть ли какое-то сходство И в чем различие с прежней администрацией Когда вы были ее главой Ну вы знаете Мне кажется Сегодня В значительной степени Они на себя замыкают Многие вопросы В том числе и экономику Что не должно быть Знаете Мне все больше и больше кажется Что администрация превращается В орган ЦК КПСС Который был То есть через него Проводили все Основные мероприятия Политические Культурные Экономические И прочие вещи Вот И мы не ощущаем Вообще говоря Вот я не ощущаю Работы правительства Потому что все Все внимание Все инициативы Они сосредоточены Все-таки В администрации президента И у самого президента Вот мне кажется В этом отличие Сегодня Ну вы уже не работали В администрации Президента Когда Борис Ельцин Решил подать в отставку Верно Вы уже Я не работал Да Но когда вы увидели Вот видеообращение Знаменитое Это послание Президента Ельцина В новогоднюю ночь О чем вы подумали Ну во первых Мы все ожидали Вообще Что Борис Николаевич Придет Потому что Он плохо себя чувствовал Очень Это видно было Не только Когда его близко Видишь Но и когда далеко И было ощущение Что Он Уйдет Но Конечно Неожиданностью было Что Его выбор На этот пост Потому что Мы все понимаем Что Выбор Его И Место премьера Практически Однозначно Дает Стопроцентную Гарантию Того Что Будет выбран Этот человек Президентом России Вот кстати Вопрос из интернета От Павла Почему Поставили на Путина Почему не Немцов Это я не знаю Это В тот период Я был уже далеко И там была Другая команда Команда Олигархов Которая К сожалению Заняла Вообще Такое Ведущее Место В кадровых Вопросах И мне кажется Что это было В основном Их влияние Влияние Их Влияние Дочери И влияние Вот Если перенестись В 96-й год Ельцин идет На второй срок Знаменитая компания Голосуй Или проиграешь Ведь Ельцин Не хотел Идти на второй срок В одном из интервью Вы как раз Об этом говорили То есть Его вынудили Получается Пойти Ну Я думаю Что он не столько Вынудил Его обстоятельства Вынудили Потому что Он Начал понимать Что если он уходит Замены нет Со стороны демократов И К власти приходят Коммунисты Конечно Это его очень Успокоило И Он В конечном итоге Принял На мой взгляд Правильное решение А у нас Действительно Был разговор В августе 95-го года Был разговор Когда он Откровенно Говорил Что он Не хочет Оставаться На второй срок И Не будет Потому что Он очень плохо Себе чувствует Запустил Так сказать И Далеко Отстал от семьи Ему хочется Очень быть Семьей И он всех Очень их любит Вот такой Разговор был Но я ему говорил Что Борис Николаевич Ну Вы понимаете Что если не вы То На власть Как бы Отдаем Ничего еще Особо Только В начале пути Реформ Отдаем В ее Компартии Ну вот И Судя по всему Он К новому году Созрел Стал серьезно Готовиться Несмотря на то Что у него Рейтинг был Почти нулевой Там 6% По-моему Было Он меня Пригласил 4-го января И объявил О том Что он Пойдет На выборы А меня Попросил Быть Начальником Цтаба Заниматься Интеллигенцией Демократическим Движением Вот как раз Про этот период Сейчас Многие Представители Либеральной Общественности Говорят о том Что если бы В 96-м году Победили Коммунисты То возможно Страна бы пошла В другом направлении В том смысле Что Не появился бы Владимир Путин И преемственность Власти И все вопросы Связанные В общем С тем Что власть Должна Меняться Они остались Просто Коммунисты Свои 4 или 8 лет Провели В Кремле И затем Процесс Развивался В такой Демократической Плоскости Не считаете Что тогда В 96-м году Была допущена Ошибка Когда Ельцин Все активно Агитировали И так далее Это трудно Вообще Гадать На кофей Я только знаю Одно Я боялся Прихода Коммунистов Потому что Они открыто Прямо Заявляли Что Конституцию Они Постараются Поменять Соответственно Вместе с ней Постараются Поменять И все Государственное Устройство И направленность Деятельности Поэтому Трудно Сказать Вы знаете Они же Очень меняются Они Сегодня Они неверующие Все И карают Всех тех Кто веровал Когда-то На завтра Они все Вдруг верующими Стали И карают Тех Кто не верит Поэтому Вот это Такие резкие Изменения Они говорят О том Что Надежды На них Нет Вообще Как на многих Политиков Кстати говоря Потому что Политики К сожалению Все делают И говорят Для того Чтобы Пройти Во власть А потом Они Занимаются Тем Что Меняют Положение Развития Страны В зависимости От того Какой у них Взгляд На эти вещи Какой вкус Мы Это Кстати говоря У Бориса Николаевича Тоже было Советское представление Потому что Конституция Конституция На самом деле Была Она была Декларативная Она Недействующая Конституция Была В советское Время И Очень тяжело Я видел Как тяжело И он И Черномырдин Привыкают Вообще Конституция Для того Чтобы Стараться Делать Все В соответствии Со статьями Конституции Это очень тяжелый Труд Вообще Для человека Который Воспитан В коммунистических Условиях Когда Все Определялось Не тем Как нужно По закону И по праву Делать А определялось Так сказать Тем Как он считал Нужным Сегодня Принимать Те или иные Решения И В этом плане Конечно В этом плане Все меняется Ну вот Борис Березовки Рассказывал В интервью Что Путин По его словам Не стремился Во власти И принял это решение Только после настойчивой Просьбы Бориса Ельцина Стать президентом То есть Также он не скрывает Что и сам Березовский Тоже был за То что Путин Стал президентом Но после чего У них с Путиным Было множество разногласий По идеологическим причинам Вот как вам кажется Почему Березовский Тогда был за Путина И он думал Что их взгляды с Путиным Они одинаковы На политику страны Или же он надеялся Что он сможет Им впоследствии Как-то управлять Ну мне тоже казалось Что Путин Не очень хотел идти И судя по всему Конечно Мог быть и побавился Так сказать Идти на такую должность И мы видели Как он Мучился первые годы Когда пытался Сохранить То направление Развитие страны Которое Оставил Борис Николаевич Что касается Березовского Ну Мне Думается Что все-таки Очень грубой Обшибка была Бориса Николаевича В том Что он пошел На Соглашение С олигархами По этим Залоговым Аукционам И фактически Допустил их К власти Ну не случайно Путин Первую задачу Которую он решал Он пытался Ударить их Равно ударить От власти Всех олигархов В том числе И Березовского А они Видимо посчитали Что Раз они помогли Стать ему Президентом Значит Видимо И дальше будет продолжаться Вот такая Взаимная Так сказать Связь Не во власти И около нее Но не получилось Этого И Это первый шаг Конечно Который Путин сделал Безусловно Очень твердо И Очень Чисто Мне кажется Ну кто На ваш взгляд Оказал Большее влияние На судьбу России Ельцин Путин Или же Березовский Вы знаете Березовский Не столько Вмешивался В развитие Страны Потому что Я не думаю Что он был Против Реформ И прочих Таких вещей У меня была С ним встреча Мы минут 40 С ним разговаривали Накануне Выборов 90 Накануне Выборов Да Когда Путина Избирали Это 2000 Получается 2000 Да Потому что На мой взгляд Президент Должен был Другой человек Но Березовский Очень твердо Стоял на том Что нужен Путин И только Путин И никто другой И всех тех Кого Мы перечисляли Что могли бы Стать Президентами Он Очень Жестко И очень Грубо Охарактеризовал Их характер И никчемность К тому Чтобы стать Президентом Страны Поэтому Он Безусловно Был Основным Генератором Который Помогал Путина Стать Президентом Петр Равин Написал Книгу Время Березовского В котором Размышляет О роли Бориса Абрамовича В российской И мировой Политике На ваш взгляд Березовский Фигура Переоцененная Недооцененная Или может быть Объективно Оцененная Вот как вы Оцениваете Его роль Сегодня Да никак Я не оцениваю Я просто думаю Что во многих Вопросах Очень сильно мешал Потому что Мне кажется Самое главное Что не произошло Он не нашел Себе место Вот если бы Он нашел Правильное место Там Не пленных Вывозить Из этих Чесни Там еще Какие-то вопросы Не карлами Так сказать Заниматься Он талантливый Вообще говоря И организатор Талантливый человек И как ученый Безусловно Но мне кажется Он не нашел Просто себе место Ни в правительстве Ни в администрации Президента Что он хотел сотворить Ну и одному Богу Только известное ему Наверное Известно было Что он хотел сделать Со страной Что делает Путин Совершенно очевидно И понятно Что он делает И в этом плане Он Откровенно За Загоди Так сказать Начал говорить о том Что нужно построить Сильное государство Для того чтобы Иметь влияние На международное На международное Хотя Это очень спорная В одном из интервью Вы сказали Что после отставки Президента Ельцина Вы общались с ним И он был Недоволен По вашим словам Путиным Что конкретно Его не устраивало Бориса Ельцина В правлении Путина Но тогда Особенно Его не устраивало То что Почувствовалось Такой открытый Открытый зажим Средств массовой информации И для него Это очень болезненный вопрос Потому что Он все Силы Своего характера Приложил к тому Чтобы Все таки Самое главное Наши средства Массовой информации Были свободны Свободны от какого Либо Так сказать Давления Влияния И прочих вещей И Когда началась Эта компания Борис Ельцин Конечно Был очень недоволен Борис Ельцин Был человеком Который Подвергался влиянию Потому что В одном из интервью Вы говорили о том Что Александр Кожаков В частности Достаточно сильное влияние Оказывал на Бориса Ельцина И у вас Был конфликт Именно с главой Охраны президента Вот Ельцин все таки Был самостоятельной фигурой Или Ну таким человеком Которым можно было Управлять И манипулировать Я могу Твердо сказать Что в вопросах Стратегических Он решения Принимал самостоятельно Он всех Выслушивал Те кто имел К нему То есть Доступ И Советы Различные делал Он очень много Советовался С президентским советом Хотя Неуютно Себя чувствовал Потому что Там На президентском совете Часто был Нелицеприятный Разговор Члены президентского Совета И В этом плане Конечно Он Выслушивал всех Но решение Принимал сам Конечно Они наверное Были под влиянием Кого-то Под влиянием Из тех Кто Наиболее Так сказать Убедительно Выступал Приводил Какие-то доводы Но Мне кажется Это вообще Нормальное Явление Нормальной Ситуации Когда Президент Советуется Когда он Собирает Различные Мнения Тем более Они идут Из различных Городов Из различных Структур От различных Людей Но В совокупности Решение было Всегда за ним Ну вот Также Вы в интервью Говорили Что президент Ельцин был Довольно категоричен И часто Получив какой-то Компромат На кого-то Из своих подчиненных Он мог жестко Даже поступить И может быть Даже лично Не разбираться Так как Очень доверял Своей службе Безопасности Вот Как часто На вашей памяти Людям незаслуженно Пришлось нести Какое-то наказание И насколько я поняла Вас тоже даже Пытались скомпрометировать Ну Я могу Сказать Я перед этим Сказал Стратические вопросы Он решал самостоятельно Но вот эти Тактические вещи Жизненные Конечно Он подвергался Некому влиянию И иногда Ну Неприятные решения Я понимаю Мне звонили Очень многие Из тех Кого он снимал Освобождал Потому что Освобождение Иногда происходило Прямо На дороге Когда человек ехал В машине Ему сообщали Что он снят И он звонил С недоумением Как Почему Что Что произошло Бывали так Но Борис Николаевич Был очень нетерпим К некоторым вопросам Понимаете Он Был очень нетерпим Когда ему Говорили О воровстве Например Кого-то Когда говорили О нечистоплотности Кого-то Вот эти моральные Признаки Ну Он Не сдерживал себя И буквально Принимал Очень крутые Меры Чтобы От этого Человека Избавиться Во власти Да Такие вещи Были И я знаю Что меня Последний год Пытались Компрометировать То Какую-нибудь Статью В газете То провокацию Устроили С моей дочкой Потом Публиковали В газете Для того Чтобы показать Это Горисная Которая была Прапорщиком ФСО По-моему Да Которая пыталась Вас Компрометировать Ну В этом Литвиненко Принимал Участие Литвиненко Принимал Участие Но Эта история С чем Закончилась То есть Разобрались Счастье Конечно Я очень Благодарен Борису Николаевичу Что он Отметал Всякие Такие Наветы По отношению Ко мне И Не верил Но Тем не менее В общем Постепенно Постепенно Кольцо Стали сжимать Эти ребята Я не обращал На это Внимание Я старался К нам Это работать Если Входишь В систему Конфликтов И скандалов То Выход Всегда Один Обоих Надо убрать Вот такой Выход Всегда Предпринимается Но Зачем Нужно было Работать Было Очень много Дел И Нужно было Их Успеть Сделать Вот В одном Из интервью Вы говорили О том Что война В Чечне Надломила Бориса Ельцина Вот Как Принималось Решение Вести Войска И Почему Собственно Это было Сделано Выступил И Сказал Что если Мы ведем Войска То 70% Встретят Нас Нормально Нейтрально 20% Будут С цветами Только 10% Выступят Против После него Взял слово Грачев Он сказал Все наоборот Все наоборот 70% Нас встретят Если Нейтрально То 20% Будут Категорически Противниками Или 70% В общем Когда он Это сказал Черномырдин Начал У него Повышать Голос Ты Не министр Ты Боишься Всего И так далее Надо его снять Говорит Борис Николаевич Борис Николаевич Сделал перерыв После перерыва Вошел Сказал Павел Сергеевич Значит Мы принимаем Такое решение Снимать вас Не будем Но через 2 недели Вы должны Вести войска В Чечню Вот так Закончилось Это Так закончилось Это Ну часто Борис Ельцин Как только Случилась Вот Эта Беда С нашими Танкистами Которых Очень быстро Разоружили Это была Ловушка Вообще Подготовленная Ну Я подготовил Проект указа Президенту Послал ему Для того Чтобы не в войну Вступать А Объявить Чрезвычайное положение Ну Он подписал Другой указ Ну Часто Президента Ельцина Критикуют За Чеченскую войну Вот Вы считаете Правильным решение Начать войну в Чечне? Ну К этому Сло На самом деле Вообще Но Мне кажется Вот Всегда Можно избежать Военных действий Если где-то Наступить Иногда себе Там На горло Да И попробовать Разрешить Эту проблему Иначе Но Тем не менее Он же С Украиной Сумел Каким-то образом Договариваться И с Президентами Которые там Менялись Постоянно И по-всякому И не случайно Послал туда Черномырдина Так сказать Для того Чтобы Так и здесь Надо было Конечно Выбирать уровень Контактов С Дудаевым И Пробовать Пробовать Надо было пробовать Чтобы Избежать Войны Временные Какие-то Дать Дополнительные Полномочия Этой республике Ну Много было Вариантов Но Слишком много Было людей Которые считали Что Надо силой Погасить Это все Мы же все вышли Из Советского Союза Где менталитет Весь наш Состоял в том Что мы сильнее всех Мы Задаем любого Вот И задавили Задавили В Тбилесе Задавили В Батвии В Литве Задавили В других Республиках Вот Пытались задавить И здесь Ничего не получилось Вот Когда Начиналась Чеченская война Вы были Главой Администрации Вот Каким Вы запомнили Этот период Что вы переживали В тот момент Когда развивались События И уже стало понятно Что не будет Маленькой победоносной войны Это Будет тяжелая Кровавая драма Для России Вот Какие чувства У вас были Я переживал Все неудачи Очень сильно Переживал Потому что Неудачи Все говорили О том Что мы Абсолютно Не готовы К военным действиям Никак И Это Показывало Не только Слабость Так сказать Нашу Но показывало И то Что мы дали Очень сильный Крен В нашем Развитии Мы Как бы Забросили На второй На третий план Наши Силовые Структуры И Занимались В основном Экономикой С точки зрения Развития страны Наверное Это было правильно И Временное Такое Ухудшение Положения Нашей обороны Надо было Максимально Использовать Для того Чтобы не ввязываться Ни в какие Военные действия Стратегия Была здесь Неправильная Ну вот В интервью Вы сказали Что Борис Ельцин Не был Злопамятным Человеком И многим Прощал ошибки Но вот За исключением Михаила Горбачева Вот его Он так и не смог Простить К сожалению Да К сожалению И Здесь есть Причины Конечно О которых Мне не хочется Говорить Вот Но Мне кажется Это тоже Внесло В свою лепту И В развал Советского Союза И Во взаимоотношения Которые были У нас Советским Союзом Они были Очень тяжелые Потому что Два Законодательных Органов В одном Государстве Выжиться Не могут Если нет Распределения Полномочий И К сожалению С Это У нас Началось И Мы Много Тоже От Михаила Сергеевича Получали Подножек Которые В конечном Итоге Заставляли Нас Вставать Против Хотя Честно Говоря Я Шел И Многие Наши Ребята Шли В депутаты Российские Депутаты Для того Чтобы Помочь Горбачеву С ускорением С преобразованиями Чтобы Он Меньше Колебался Чтобы Имел Подпор И В России Тоже Но К сожалению На Кандидатуре Бориса Николаевича Произошли Вот Такие Очень Серьезные Трения Стычки И Прочие Вещи Мы Все Это Видели Все Это Было На Наших Глазах Как Они Готовили Не Умело Кстати Говоря Чисто По-большевистски Опять Таки С помощью Каких-то Грязных Приемов Как они Пытались Не допустить Бориса Николаевича К власти Хотя Народ Уже Был Не только Готов Народ Ждал Этой Власти Потому что Он себя Хорошо Проявил Будучи Секретарем МГК КПСС И Мы Почувствовали Заботу Вообще Москвичи Очень Серьезно Почувствовали Заботу Нашей Местной Власти Московской О Нашей Жизни Какова Роль Личности В истории Потому что Часто Говорят Что Роль Личности В рамках Политических Систем Преувеличена Но Вот Из Вашего Рассказа Следует Что Роль Личности Горбачева Ельцина Она Играла Очень Большую Роль Во всех Политических Событиях Это исторические Фигуры Это исторические Фигуры Мы будем Еще Очень Долго Вспоминать О том Что Они Пытались Сделать Вот Как Сегодня Хрущев Вспоминаем О Теплой Весне 60-х Годов Он Много Чего Накуролесил Но Очень Много Сделал И Он Впервые Наши Мозги Освободил От Тоталитарного Мышления То Что Сделал Горбачев И то Что Сделал Борис Николаевич Это Это Исторические Вещи Очень Нужные Мы К ним Обязательно Вернемся Я Не знаю В какой Период В какое Время Но Обязательно Вернемся Нам Для этого Нужно Чтобы Немножко По образованию Был И по Просвещению Был Наш Народ Вот То Что Они Мало Читают То Что Они Мало Анализируют Наши С другим Взглядом На жизнь На развитие И на то Что происходит Они Конечно Должны Повести За собой Весь Народ Для того Чтобы Вернуться К демократическим Принципам И Вернуться К экономической К рыночной Экономике Но Сейчас Эти Идеи Не востребованы Получается Что Сейчас Народ Безмолвствует Как Покушкин Народ Безмолвствует Потому Что Во-первых Были Десять лет Хорошей Жизни И Это Очень Много Чего Дает Вообще Говоря Потому Что Десять Лет Наши Доходы У населения Росли 8 9 10 Процентов Это Очень Было Заметно И За Это Время Мы Как Бутихомерились И Посчитали Что Эта Власть Думает О нас Думает О людях А Вот Последние Годы Показывают Что Особенно В этом Году Когда Начинают Обирать Компании Когда Начинают Обирать Само Население Тоже Серьезно Заставляют Задумываться О том Где Мы В каком Месте Как Мы Идем И так Далее Что Все-таки Важнее Нам Важнее Сирия Или Важнее Нам Внутреннее Развитие И Хорошая Жизнь В достатке 6-7-2-12-93-9 6-7-2-13-93-9 Телефоны Прямого эфира Звоните Присоединяйтесь К нашему разговору На вопросы Отвечает Глава администрации Президента России Бориса Ельцина Руководитель Штаба Обороны Белого дома Во время ГКЧП Сергей Филатов Сергей Александрович Все-таки Какие Основные достижения Были в 90-х Вы можете Назвать Какие-то из них Вы знаете Мы ведь В основном Приняли В основном Приняли Все законодательство Которое Дало Возможность Войти В рынок И Это Очень важно Потому что Надо было Развивать Банковскую Систему Надо было Безусловно Делать Приватизацию Для того Чтобы появилась Честная Собственность Была Принята Конституция Что Немало Важно Потому что Она Подтвердила Вообще Курс Дала Возможность На этой Базе Строить Нашу Законодательную Базу Мне кажется Очень важным Является То что Мы вступили В Совет Европы И То что Мы вступили И теперь Мы работаем Вместе С ЕСПЧ Европейский Сот по правам Человека Который Очень много Вносит Вообще Корректив В нашу Судебную Деятельность Сегодняшнюю Который К сожалению В тот Перед Время Начал Реформироваться Но не закончил Реформы И они Теперь Как единый Монолит Как единый Блок С нашими Силовыми Структурами Но тем не менее То что мы Предполагали Что Европейский Суд по правам Человек Будет Корректировать Действия Нашей Судебной Системы Оно так и есть И Многие Наши Люди Были Защищены С ее Помощи Ну Начали мы Реформировать Тогда Нашу Не только Судебную Но Это наши Были Обязательства Я ведь Тогда Помню Наши разговоры С Комиссией Европейского Нашего Парламента Когда Они Тоже Говорили о том Что нам Надо Вступить В Европейскую Парламентскую Ассамблею И Мы Сошлись На том Что По Формальным Признакам Мы Не можем Быть В этом Парламенте Но Если мы Дадим Обязательства А обязательства Были из 20 Пунктов Как Подписал Борис Николаевич Подписал Черномердин Подписал Шумейко И Рыбкин Наши Руководители Палаты Законодательного Собрания Вот Я их Отвез В 95 Году Было еще Требование Чтобы Кончилась Война В Чечне Но Мы Сделали Серьезный Перерыв В тот Период Времени И Мы Оказались В Европарламенте Европейский Парламент Мне кажется Это уже Очень большое Достижение Потому Что Там Это печально Кончилось Но На самом Деле Там С помощью Этого Парламента Были Внесены Некоторые Коррективы И в нашу деятельность Нашего Законодательного Собрания Ну что Многопартийная Система Была Внедрена Но К сожалению Вот этот Переход К авторитарной Системе Он Он Много чего Изменил В том числе Так сказать Изменил К сожалению Выбранную Систему Нашу Которая Каждый год Проявляется Недовольство В нашей Прессе Вследствах Массовой Информации У нас Есть звонок От радиослушателя Давайте его Выслушаем Здравствуйте Как вас зовут Алло Добрый день Алина Да Слушаем Вообще Конечно Странно Было бы От господина Филатова Услышать Что-либо Другое Вы знаете Что мне Хотелось бы Попросить Вот Для Такого Человека Как я Я даже Не говорю Как мы А вы Без конца Употребляете Мы Без Без Скажите Вот Для такого Необразованно Думающего Человека В чем Ухудшение Уровня Жизни У россиян И По какой Причине Отбирают Якобы Бизнес Спасибо вам Ну вот такой вопрос Радиослушатель Ну во первых Мы Я говорю Потому что У нас была Действительно Единая команда И Очень трудно Себе представить Чтобы я Говорил Я В отличие Как бы Отталкиваясь От того Что Другие Думают Иначе И делают Иначе Это была Единая команда В главе С Борисом Николаевичем Поэтому Все что мы Делали Мы говорим Мы делали Так оно И есть На самом деле Не я Не Шумейко Не Рыбкин Не кто-либо другой А делаем Это мы Вот это первое Второе Что касается Я не очень понимаю Ваш вопрос Вы видимо Считаете Или хотите Чтобы я Объяснил Что происходит Сейчас Ну Что тут Объяснять НДС Повышен Значит Возраст Пенсионеров Увеличивается Сейчас При Ну по крайней мере Я вот Что вокруг Меня происходит И то что Я слышу То что я Читаю При значительном Неодобрении Так сказать Со стороны Нашего Населения Со стороны Людей То что У бизнесов Металлургов Сегодня отбирают 500 миллиардов Долларов На Указ Президента Я вообще Не очень понимаю Что такое Указ Президента Когда Все экономики Вообще говоря Управляют Правительство Вместе с Государственной Думой Они принимают Бюджет Никаких указов Там нет Этот бюджет Так сказать Дает возможность В соответствии с ним Развивать страну Развивать ее Различные Так сказать Параметры И если В это Вмешивается Еще Указ Президента Который Параллельно Делает Какое-то Своё Направление Развития Он должен быть Безусловно На мой взгляд Должен быть Внесен Прежде всего В бюджет Страну И бюджет Страны Должен найти Деньги Для того Чтобы Эти Позиции Все Выполнить Ну вот Говоря о России Сегодня Насколько Обвинения В адрес России Справедливы К примеру Обвинения В отравлении Сергея Скрипаля И его дочери Это я не знаю Это суд Должен решить Это суд Должен решить Можно конечно Рассматривать Что это Искусственные Нападки Для того Чтобы дискредитировать Путина Как президента Прежде всего Но можно Рассматривать С той стороны Что идет Атака И с нашей стороны Для того Чтобы дискредитировать Западные Какие-то Элементы Но на самом деле Я сторонник Того Чтобы эти вещи Всегда проходили Только через суд Как у нас У нас ГКЧП Так и не решили Вопрос С судом Поэтому Мы все время Гадаем Кто все-таки Виноват В этом деле То самое 1993 год Были уголовные Дела Завидим Надо было И доводить До ума И только суд Может сказать Так А не иначе Так и здесь У нас в эфире Был Дмитрий Захаров Один из ведущих Легендарной программы Взгляд И он в частности Предположил Что за убийством Влада Листьева Может стоять Борис Березовский Эта версия Сейчас вызвала Большой резонанс В интернете Вот как вы считаете Убийство Листьева Кстати Одно из самых Таких знаковых Обсуждаемых Убийств 90-х годов Как кстати Вы о нем узнали И что думаете Вы меня заставляете Гадать На самом деле Я не умею Гадать У меня Если так Откровенно сказать Что у меня Было подозрение Такое Когда мы Хоронили Листьева И естественно Каждый задумывался Кто Мог приложить К этому У меня У меня У меня Тоже Было Такое Но это Только Предположение Надо было До конца Доводить Уголовное Дело Надо было Находить И убийцу И заказчика Так как По многим Другим делам Которые у нас К сожалению Не закончены Сегодня Мы так И не знаем Ни заказчиков Ни организаторов Ни Исполнителей И многих убийств Которые произошли В стране Еще один звонок Примем Здравствуйте Попрошу вас Очень коротко Его задать Извините На полминуты Даже быстрее Известно ли Что в нашей стране Как налог На добавленную стоимость Так и пенсионный Возраст Который еще Только предполагается В России Повышен давным-давно И никто Не пискнул Приказного порядка Какой у вас вопрос Задавайте пожалуйста Вот этот вопрос Известно ли это Господину Филатов Да Ну вот Очень коротко Попросим вас ответить Что такое закон Я такого закона Не знаю Который был Мы раньше Когда мы Начинали еще Реформы экономические НДС был очень высоким По моему 32% Даже Но задача была Его постепенно снижать Его снизили До 18% Это очень хорошо Но вот По какой причине Мы поехали назад Обратно Это Трудно мне объяснить Ну что ж Я думаю Что мы еще вернемся К этому разговору Спасибо вам большое Что нашли время И вышли в прямой эфир На радио Болтком У нас на прямой связи В программе Абонент доступен Был бывший руководитель Администрации Президента Бориса Ельцина Сергей Филатов Всего доброго И до свидания Администрации